Возможно, стреляли с окна из квартиры. Выстрелы в центре Петрозаводска. Неизвестные обстреляли троллейбус и два маршрутных автобуса. С опозданием на полмесяца работы все-таки начались. Дождались. В Петрозаводске начали ремонтировать проспект Ленина. Такие вещи иногда проскальзывали, когда они там у нас полностью щелкали. Ну, понятно, мы это заслужили. Подвели нас дороги. Финских инвесторов отпугивают ямы и колдобины. Здравствуйте. Новости на телеканале НЕКО+. В студии Ольга Пименкова. В центре Петрозаводска неизвестные обстреляли из пневматического оружия общественный транспорт. Под обстрел попали троллейбус и два автобуса ПАЗ. ЧП произошло в полдень на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. Неизвестные произвели пять выстрелов, предположительно, из пневматического оружия с ферическими шариками. Одна пуля попала в троллейбус, по два выстрела достались проезжающим мимо ПАЗика. Злоумышленники стреляли в окна. Никто из оказавшихся под обстрелом пассажиров не пострадал. Сейчас полиция ищет свидетелей происшествия, которые могут помочь в поимке стрелков. Одна из версий, конечно, поскольку рядом находятся жилые дома, что предположительно, наверное, почему бы и нет. Возможно, стреляли с окна из квартиры. Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, кто располагает какой-либо информацией, обращаться по указанным телефонам в дежурную часть, либо по телефону доверия. В Петрозаводске, по информации пресс-службы ТЭЦ, начинается отопительный сезон. С сегодняшнего дня к теплу начинают подключать детские сады, школы и медицинские учреждения. А 17 сентября тепло придет и в дома. Но, к сожалению, не во все. По информации ПКС, на сегодняшний день 4 школы и 6 детских садов не готовы к началу отопительного сезона. Причиной две. Либо не выполнены профилактические работы на сетях, либо не предоставлены соответствующие акты. В любом случае, подключать такие объекты коммунальщики не имеют права. Аналогичная ситуация складывается и с жилым фондом. Подключение к теплу запланировано на понедельник. Однако, более чем в 300 домах необходимые работы не проведены. Значит, их жители рискуют остаться без тепла на неопределенное время. Узнать, станет ли тепло в вашем детском саду или доме, можно на официальном сайте ПКС в разделе «Список объектов, неготовых для подключения к теплу». Финские инвесторы заинтересованы в Карелии. Но им мешают наши разбитые дороги. Александр Худиланин вернулся из Финляндии. Ключевым событием поездки стала встреча главы Карелии с президентом страны Саули Ниннистю. На сегодняшней пресс-конференции Александр Худиланин рассказал, стоит ли нам рассчитывать на партнерские отношения с северным соседом. Задачей карельской делегации Финляндии было остановить охлаждение в экономических связях. Пока в плане партнерства не все гладко за минувшую пятилетку показатели сотрудничества Финляндии и Карелии значительно ухудшились. «Мы на 2007 год вышли на уровень 547 миллионов долларов в торговом обороте, то сегодня это сократилось в 2,5 раза. Если на 2007 год во внешней торговой деятельности Республики Карелия Финляндия занимала треть или 31 процент точнее, то сегодня она сократилась до 13 процентов». К журналистам глава Республики вышел сразу по возвращению в Петрозаводск. Накануне встреча губернатора с президентом Финляндии, визит к финским парламентариям, а также череда переговоров с бизнес-сообществом соседнего государства. Это лишь фрагменты двухдневного визита в Финляндию. «В процессе переговоров визитки закончились очень быстро. Наша задача – переправдать этот интерес». Что может вызвать интерес финских инвесторов? Александр Худилайнин назвал несколько направлений. Среди них – производство металлоемких изделий, переработка рыбы, грибов и ягод. Интересовались бизнесмены Финляндии перспективами Беломорского порта. Говорить о конкретных результатах переговоров, разумеется, пока рано. «Это не просто визит вежливости, а это новая страница взаимоотношений между Финляндией и Карелией». Оправдаются ли такие амбициозные заявления и что вообще мешало финским бизнесменам проявить свой интерес раньше? Что пугает финнов в Карелии? «С тем же министром по делам Европы и внешних связей, с господином Ступом, когда обсуждали вопрос улучшения качества автомобильных переходов, он сказал сначала сделать и дороги. Такие вещи иногда проскальзывали, когда они по нас полностью щелкали. Но понятно, мы это заслужили». Очевидно поэтому, одна из первых задач – улучшение состояния автомобильных дорог и организация железнодорожных перевозок. Другая – подготовка законопроектов, повышающих инвестиционную привлекательность республики. Для иностранного бизнеса должны быть предусмотрены льготы. Предполагается за каждым иностранным инвестором закрепить конкретного местного специалиста, тем самым исключить чиновничьи барьеры. По состоянию на сегодняшний день только в 52 организациях, зарегистрированных в Карелии, есть участие финского капитала. Александр Гнетнев, Ярослав Березин, телеканал Ника+. Дождались. Проспект Ленина начали ремонтировать. По словам подрядчика, работы несколько раз откладывались. Из-за множества согласований также запаздывала техника. Но завершить ремонт обещают срок. Ефим Овчинников наблюдал за реконструкцией проспекта и других городских дорог. На проспекте Ленина наконец-то появилась дорожная техника. С опозданием на полмесяца работы все-таки начались. Ремонт главной магистрали Петрозаводска обойдется в 50 миллионов рублей. Дорожная техника словно рубанком срезает старый асфальт на проспекте Ленина. Рабочие приступают к замене колодцев. Вслед за этой бригадой работать начнут те, кто положит новый асфальт. Асфальт, скорее всего, будет более новый, по шведской технологии. И будут три слоя. Черный, выравнивающий и верхний слой, вот этот самый хороший, крепкий слой. В Петербурге постоянно применялась или применяется сейчас эта новая технология. Вообще это шведская технология. Так что все будет хорошо, лишь бы нам только не мешали. Главное, что может помешать реконструкции проспекта, припаркованные машины и плотный поток автомобилей. Полностью движения перекрывать не будут, ремонтировать собираются полосы поочередно. Ездить по проспекту будет весьма проблематично. Водителям предлагают искать пути объезда. Как бы то ни было, автомобилисты дождались своего часа. Дорогу, на которую ругались без исключения все, начали приводить в порядок. Пешеходам этого мало. Главная улица, это не показатель. А посмотрите, в каком состоянии Октябрьский проспект. А что во дворах творится везде. Страшное дело. Народ услышали. Сегодня одновременно с ремонтом проспекта Ленина комиссия из мэрии проверяла качество ремонта дворовых территорий Петрозаводска. Сейчас работы подходят к концу. В этом году удалось освоить около 40 миллионов рублей. Хотел бы сказать, что работа во дворах она наиболее сложная, наиболее трудоемкая, потому что во дворах как раз концентрировано большое количество автомобильного транспорта, учреждений, поэтому работать очень тяжело. Но нам серьезно помогает ГИБДД и в текущем году у нас хорошие подрядчики, которые взяли подряды на ремонт дворовых территорий. Однако есть к подрядчикам и претензии. Не везде дорожные строители продумали систему водостоков. Не все колодцы прочистили после последнего сильнейшего ливня. В некоторых дворах образуются лужи. Недочеты рабочие обещали исправить, как только закончат класть асфальт. Ефим Овчинников, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Водитель джипа, протаранившего ларек на Куковке внов, предстал перед судом. Городской суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Александра Захарова. Напомню, год назад он совершил ДТП на улице Фролова, в результате которого погибла пожилая женщина. Ранее городской суд освободил массажиста детской поликлиники Александра Захарова от уголовной ответственности. Эксперты института имени Сербского выяснили, что он совершил ДТП в момент эпилептического припадка. Суд назначил водителю принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. Помимо этого Захаров должен выплатить дочери погибшей полмиллиона рублей за причиненный моральный ущерб. Уголовного наказания водитель джипа избежал. Родственники жертвы и катастрофы обжаловали решение суда, и дело вернулось на повторное рассмотрение. Суд над водителем начался вновь. Громкое ДТП произошло в Петрозаводске 24 мая минувшего года. Автомобиль «Линкольн-Навигатор», за рулем которого находился Александр Захаров, врезался в остановочный комплекс на улице Фролова. Под колесами джипа погибла пожилая женщина. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем. Сегодня в Петрозаводске состоялось открытое первенство МВД Карелии по рукопашному бою. Этот вид боевых искусств – неотъемлемая часть подготовки сотрудников органов внутренних дел. Соревнования показали, что преступникам закон лучше не нарушать. Подробнее в рубрике «Лига чемпионов». Мундиры убраны в шкаф. Их место на один день заняла бойцовская форма. Открытое первенство МВД Карелии прошло в Петрозаводске уже в восьмой раз. На соревнования приехали спортсмены из Медвежегорского, Пудожского и Сартовальского районов. Помимо сотрудников Министерства внутренних дел, участниками первенства стали работники других силовых ведомств, а также, возможно, будущие борцы с преступностью, нынешние учащиеся девушь номер пять. Всего около сорока участников. Рукопашный бой совмещает в себе, скажем так, все качества мужчины. То есть совмещает в себе все виды спорта – и самбо, и дзюдо, и бокс. То есть универсальные. Соответственно, занимается очень много и юношей, и сотрудников во всех силах ведомств. Многие спортсмены начали осваивать рукопашный бой совсем недавно. И эти соревнования стали для них отличной проверкой. Иван Дегтярев работает в уголовном розыске. Владеть рукопашным боем для него – дело чести. Поэтому сейчас тренировки отнимают много времени. На турнире он добился своей первой официальной победы. Плотно занимаюсь с февраля месяц. Но лето сейчас не занимался, травма была. Лето отдыхал, и вот сейчас опять начал в сентябре. Дебютного успеха добился и другой участник соревнований – Артем Воробьев. Артем считает, что рукопашный бой пригодится ему по службе, для самообороны. А вот использовать полученные знания не по назначению спортсмен не имеет права. Да нет, спортсмен должен все-таки обходиться как-то. Такими методами, наверное, не принимать. Победители первенства отправятся защищать честь карельского МВД на всероссийские соревнования. В целом уровень сфаток на турнире заставил поверить в то, что силовики Карелии подготовлены к защите граждан от криминала весьма и весьма неплохо. По улицам можно ходить спокойно. Юрий Каулю, Ярослав Березин, телеканал НИКА+. Это все новости на сегодня. Смотрите их и в интернете на сайте nicodefismedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok